всем здравствуйте вы на канале хищники на подоконнике с вами Натали Март в этом видео я расскажу о своем негативном опыте выращивания именно жирянки если вы смотрите видео на моем канале то вы знаете что я занимаюсь выращиванием разведением хищных насекомоядных растений в частности жирянка это тоже хищное и насекомоядное растение жирянка она из всех хищников по сути можно сказать что наименее неприхотливая при соблюдении определенных правил она достаточно долго может радовать вас своими зелеными листочками и цветением и вообще-то восхитительное растение но у меня недавно буквально чуть не погибли абсолютно все мои жирянки у меня было пять сортов жирянок пять сортов это тина это сета седуктора и маргината калименсис зечери ну и все вроде бы да все перечислила и весор и весор и каждый год весной ближе к весне я стараюсь их пересадить новый грунт ну и беру я обычно кислый верховый торф одного производителя постоянно брала только его но последний мешок который я взяла по всей видимости там что-то не так было с кислотностью потому что буквально за две недели мои жирянки чуть не погибли все за исключением тех нескольких горшочков которые у меня были с жирянками высаженные которые я не успела пересадить и так за две недели они резко стали у меня пропадать хотя почему я говорю что жирянка одна из самых ну неприхотливых в том плане что она не так сильно чувствительно к допустим к воде в которой есть примеси хотя однозначно все хищные насекомые на растение нужно поливать только дистиллированной водой также жирянка не так сильно чувствительно к торфу но опять же такие повторюсь только кислый верховой торф с кислотностью примерно ну в среднем 3-4 должно быть по ваш кислотность ну и так я пересадила свои жирянки и они у меня резко начали пропадать с это с у меня погиб я не смогла ничего сделать а те жирянки которые у меня остались я хочу вам показать такой скажем так небольшой лайфхак как можно их реанимировать посмотрите у меня вот это вот емкость я уже ее как-то показывала эта емкость с перлитом в которой я обычно стараюсь укоренить листочки жирянки если нужно укоренить какое-то ваше насекомое на растение или там реанимировать то обычно используют мох свагнум я же решила использовать именно перлит вот посмотрите вот в этой емкости у меня только перлит и кроме перлита как я уже сказала тут ничего нет абсолютно прозрачная крышечка вы посмотрите вот эти вот жиряночки вот эти маленькие это у меня выросли жирянки из листочков жирянки тины смотрите какие они восхитительные что я делала я просто листочек который у меня отпал при пересадке жирянки я его просто вот так вот воткнула в перлит вот как видно вот этот да вот так вот он сидит две недели не туда не сюда ну как бы не отчаиваюсь пусть сидит может быть пустит корешочки в конце концов вот и смотрите вот это вот такой вот замечательный сад жирянок у меня вырос только в одном перлите конечно вот белые корешочки воздушные таки она отпустил но еще пусть подрастут немножечко я их просто пересажу уже в почва смесь вот это вот моя любимица это калимансис зачери большая да вот она у меня уже больше недели даже наверное уже последние две недели она у меня сидит в перлите что я могу сказать по ней по внешнему виду потому что у нее с точки роста появились листочки и на них даже есть капельки и потому как она выпустила вот этот белый корешочек вот этот белый корешочек воздушный вот он видите вот то есть она у меня начинает приходить в себя восхитительная жирянка я прям очень расстроилась когда чуть я не потеряла вот это вот деточка это седуктора или седуктора не знаю как правильно видите так по внешнему виду даже и трудно сказать что это седуктора знаете что меня радует то что вот там внизу под ней начала расти прикорневая детка видите просто очень обидно что она у меня только отцвела видно засохший цветонос вот я думала что все замечательно ну как видно она у меня ну я почему-то думаю что это все-таки был кислый верховой торф потому что но другой причины я не вижу почему другие жирянки у меня сидят горшочках нормально то есть как бы растут все те которые я не успела пересадить с этим на такой конфуз произошел но все равно я очень надеюсь что скажем так процесс реабилитации пройдет нормально и потому что видите пациент с есть детка ой под седуктора есть детка то я думаю что процесс реанимации реабилитации моих жиряночек идет замечательно да и калименсис меня радует ну смотрите я высадила в перлит просто высадила в перлит накрыла крышечкой вот этой прозрачной до емкость продавалась крышечкой одноразовая там и просто поставила под яркое освещение освещение просто лампы потому что жирянки они не любят прямых солнечных лучей ну разве что очень рано утром вот и они у меня стоят там на подоконнике за более крупными горшками и примерно 10 часов и под фитолампой ну как видно выглядит замечательно так она это это такой вот емкости и вот такая вот у меня еще емкость тоже одноразовая такая вот емкость и я ее накрыла пищевой пленкой так здесь у меня в ср в ср и вот это вот вот она это эморгината это эморгината эморгината у меня я ее буквально сегодня только высадила в перлит потому что до этого я все-таки надеялась что дело не в торфе и я ее вот последние две наверное недели заново пересадила в тот же торф потому что я все-таки наделась что вдруг не в торфе дело и вот она у меня две недели представьте за две недели ни одного листика она не нарастила но зато нижние по отсушивала ну где-то в один или в два ряда нижних они полностью пропали листочки я решила уже не ждать а спасти хотя бы то что можно вот это вот у меня и маргината а вот это все это у меня остатки от весор ну что я хочу сказать за эти две недели где-то дни 10 наверное что они у меня находятся в перлите посмотрите вот это зелененькая весор она прям вот с точки роста хорошо понаращивала листочки вот остальные листочки весор смотрите они стоят зеленые они в перлите но они еще не пустили ну скажем так возможно под перлитом они корешочки и пустили а так ну сверху я не вижу чтобы ну какие-то детки или что-то они начали давать скажем так какие-то новые растюшки ну вот это вот смотрите то что у меня осталось это что у меня выжило да это неприятный опыт но тем не менее это опыт я надеюсь что если у вас ну так произойдет да так случится то вы можете воспользоваться но вот таким вот способом для того чтобы спасти и реанимировать ваши хищные насекомоядные растения почему я говорю что можно либо в мох сфагнум либо в перлит почему я дала предпочтение перлиту потому что мог сфагнум зачастую начинает даже сухой мог сфагнум он содержит в себе семена или споры сфагнума они начинают прорастать а перлит он видите ну он не даст никаких вам тут отростков да и он нейтральный это перлит который у меня был вымочен несколько недель в дистиллированной воде до агро перлит и вот я просто в него вот таким вот образом высадила для того чтобы реанимировать растения до опыт неприятно еще раз повторюсь но это опыт я надеюсь что вот такой вот способ реанимации ваших растений а также не только реанимации но а также сам процесс укоренения листочков вам пригодится с вами была натали марс